МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова проверк заявление представителя Белого дома Джейн Псаки о том, что санкции разрушили экономику России. По словам Пескова, российская экономика получила возможности для развития. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вооруженные силы России взяли под контроль территорию Херсонской области, заявили в Минобороны России. За прошедшие сутки российская авиация уничтожила 136 военных объектов Украины. Сбербанк продлит срок действия дебетовых и кредитных карт. Клиенты смогут продолжать использовать банковские карты без необходимости перевыпуска. В Китае зафиксировано рекордное количество заражений COVID-19 с начала пандемии. На фоне роста заболеваемости в ряде регионов вводятся строгие меры и проводится массовое тестирование на коронавирус. Цены на бензин в США, Европе и Великобритании достигли рекордного уровня на фоне отказа от импорта российской нефти. Россен грозит банкротством компаниям-перевозчикам. Водители требуют от властей компенсаций. На Западе все громче звучат заявления о победе в экономической войне против России. Так, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, санкции якобы полностью уничтожили российскую экономику. О том, что дефолт России больше не является невероятным сценарием, заявляют в Международном валютном фонде. Ситуация непростая, согласны эксперты. Что такое уничтожение российской экономики? Это значит принуждение Российской Федерации чему угодно. К расчленению, к уничтожению, то есть навязыванию политической воли. Здесь расчет на то, что экономически они нас просто хотят додавить, чтобы вызвать соответствующие политические потрясения и получить соответствующие политические дивиденды. Российские власти заверяют, что страна готова к вызовам и необходимые ресурсы есть. Но Центробанк при этом поднимает ключевую ставку и публикует прогнозы по 20-процентной годовой инфляции. Коммунисты предупреждают, при такой политике вероятность дефолта только нарастает. Собственно, не просто так уже по интернету гуляет шутка, что Центробанк присоединился к санкциям. Потому что мы видим, что проводимая экономическая политика, она и раньше была ущербной по целому ряду параметров. Но сейчас эта ущербность становится просто ярко выраженной. Сегодня Россия не может воспользоваться половиной своих золотовалютных резервов. Заморожено более 300 миллиардов долларов, хранившихся на западных счетах. В КПРФ считают ситуацию закономерной. Те политики, те экономисты, которые осуществляют курс, они, ну скажем так, оказались не на месте, они оказались неэффективны. И они оказались, по сути дела, пятой колонной, которая, извиняюсь, половину наших золотовалютных резервов, подарила, позволила украсть. Мы видим, как изымаются, конфискуются, арестовываются резервы, которые наша пятая колонна с упорством, достойным лучшего применения, держала на Западе, подвергая тем самым риску. А с другой стороны мы видим, что пока не предпринимается хоть сколько-нибудь деятельных шагов для развития реального производства. Без развития внутреннего несырьевого производства и снижения зависимости от мировой экономики, вероятность дефолта в России увеличивается, считают эксперты. Именно так и должно это случиться. Если мы остаемся в рамках системы мирового капитала, если же мы проводим вектор на условно авторкизацию, выстраивание модели с опорой на собственные силы, понятно, что страна с 22, как говорят эксперты, процентами мировых айсурсов мира, по и правильно выстроенной системе, ни на какие дефолты не может быть обойчена. Но по и оговорке по и правильно выстроенной системе. Не менее важно в текущей экономической ситуации защитить людей, подчеркивают в КПРФ. Для этого необходим ряд срочных мер. Заморозка тарифов естественных монополий. ЖКХ, топливо, бензин. Все, что связано с обеспечением жизнедеятельности. И, конечно же, нужно запускать административный механизм Федеральной монопольной службы, чтобы прекратить вот эту ваханалию цен. Коммунисты напоминают, рецепты КПРФ по выводу страны из кризиса уже были опробированы и показали свою эффективность. Стране необходима национализация ключевых отраслей и плановое управление экономикой. Для этого нужна политическая воля. Я уверен, что мы устоим и выдержим. Но это требует максимально деловых контактов всех ветвей власти. Мы предложили в том числе и правительству создать рабочие группы. У нас есть 21 отраслевая программа и уникальный опыт преодоления кризиса и дефолта вместе с Примаковым, Масляковым и Герасченко. Мы готовы поделиться этим опытом и готовы все сделать для того, чтобы страна меньше чувствовала те жуткие санкции, которые обложили нашу державу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин